Как всегда, новый день с вами встречает Утренний Фреш. В этом выпуске я, Николай Скинтиян, расскажу о некоторых культурных событиях Гомеля и познакомлю с другой полезной информацией. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность, прогнозируется дождь. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Ветер западного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 15. Библиотека имени Герцена предлагает познакомиться с живописью Норика Саребекяна. Экспозиция под названием «Камень преткновения» открылась в рамках проекта «Живой автограф». В ее основе картины, выполненные в технике масляной живописи. Гомельчане увидят работы, написанные художником в 2020 году. Название экспозиции дала одна из картин «Камень преткновения». На выставке раскрывается ее тайна, в основу которой положен вечный круговорот жизни. Познакомиться с живописью художника можно до 15 октября. В музее истории печати и фотографии Гомельчины открыта выставка работ фотографа Еленки Донбровой. История экспозиции под названием «Игра света и тени» началась еще в 2009 году. Затем казалось, что кроме пары снимков больше ничего не получится. Еще 4 года идея не реализовывалась. Многие фотографии ушли в корзину. Но со временем у автора сформировался подход, были поставлены конкретные рамки. А это отсутствие монтажа и серьезной обработки. Хотелось не нарисовать и не придумать, а именно увидеть и запечатлеть. Что из этого получилось, узнают гости музея истории печати и фотографии Гомельчины. Выставка открыта до 6 октября. В музее автографа работает художественная выставка «Тетрис». Ее авторы – воспитанники Гомельского государственного художественного колледжа. В экспозиции работы в технике рисования маслом на холсте. Натюрморт, портрет, фигурная композиция, человек в интерьере, пейзаж. Во все времена взгляды людей привлекали естественная красота. Сельские пейзажи с простым бытом. Этого так не хватает жителям больших городов. В работах молодых художников и интерьерный жанр, который больше, чем натюрморт, раскрывает жизнь человека через мир вещей и через обстановку. Не пропустите. Выставка открыта до 15 октября. Гомельчане и гости города еще могут успеть познакомиться с фотовыставкой под названием «Человек-читающий». Она открыта в выставочном зале Университета имени Франциска Скорины до 25 сентября. «Читать всегда и везде» – это та тема, которая объединила полсотни снимков, отражающих эмоции на лицах людей с книгами в руках. «Человек-читающий» – это проект, ставший итогом онлайн-фотомарафона Российского Центра науки и культуры в Гомеле. Его первостепенная задача – отметить Всемирный день книголюбов, получила продолжение в проведении фотоконкурса и выставках. К другим интересным новостям. Социальная сеть ВКонтакте позволит вести текстовые трансляции. Специальный формат предоставит возможность публиковать новости о событии внутри отдельной ленты, а не на стене сообщества. Когда участник сообщества начинает текстовую трансляцию, всей группе придет уведомление. Те, кто подпишется на репортаж, получат оповещение о важных новостях. Прочитать такой репортаж смогут даже незарегистрированные в соцсети. Кстати, оставаться доступными трансляции будут и после завершения. Эксперты назвали наиболее популярные причины нагрева смартфонов. Самое частое из них – недостаточное качество связи для работы приложений. Например, мессенджерам, картам, почтовым службам нужен быстрый интернет. А если его нет, то приложение начинает отправлять множество запросов, разрежая батарею и нагревая телефон. Другая частая причина – перегрев процессора. Это происходит при одновременном использовании разных модулей гаджета. Например, Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Для такой плотной работы предназначены далеко не все телефоны. И если смартфон не выдержал резкой нагрузки, то нужно дать процессору остыть. YouTube в скором времени планирует запустить новый формат для коротких видео, снятых на смартфоны. Для него создадут отдельный раздел. Продолжительность ролика в 15 секунд. Возможно, добавление музыки. Авторы смогут сами выбирать скорость воспроизведения и использовать таймер обратного отсчета. Поделиться видео можно будет, сделав их и приватными, и общедоступными. Пока новинка будет доступна только для пользователей в Индии. В других странах ее придется немного подождать. В ближайшем выпуске ток-шоу «Главная тема» ведущий Александр Говейко и гости в студии будут говорить о вступительной гонке 2020, анализировать работу приемных комиссий, активность и подготовленность абитуриентов. Какие специальности жители региона видят перспективными? Что предлагает Высшая школа и профтехобразование? Об этом и не только сегодня в 15.35 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Сегодня в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» очередной выпуск программы «Бизнес-план». Речь пойдет о бизнесе в сфере дизайна интерьера. Как стать дизайнером? С какими сложностями можно столкнуться в этой профессии? И что общего у дизайнера интерьера и психолога? А еще поговорим о жизненных уроках, психологии, продуктивном отдыхе и предпринимательстве. Все это в истории творческой и предприимчивой Анны Карпенко. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19 часов 20 минут. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19.35. Как всегда, по будням в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области, разговор с интересными гостями в студии. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20 часов 25 минут. Далее рубрика «Есть вопрос». Сегодня адвокат Наталья Тарасова расскажет о медиации для семейных споров. Не переключайтесь. Прежде всего, я хотела бы напомнить, что медиация – это переговоры между конфликтующими или спорящими сторонами с участием независимого посредника-медиатора с целью достижения взаимоприемлемого решения, то есть того решения, которое устроят обе стороны. Можно применять для разных видов гражданских споров медиацию, но можно сказать, что наиболее актуальна она в семейных спорах. Почему? Потому что это всегда эмоциональный конфликт, это всегда отношения. Медиация применяется у нас довольно давно. Закон работает о медиации с 2014 года, и практика его применения вызвала необходимость внесения изменений. Вот какие изменения сейчас внесены в законодательство о медиации. С 1 июля при подаче заявления о расторжении брака либо в органы ЗАГС, либо в суд, заявителю или ИСУ будет разъясняться право его воспользоваться возможностью поучаствовать в информационной встрече с медиатором. Цель этой информационной встречи – рассказать, что такое медиация, и чтобы стороны определили для себя, подходит ли им такой способ разрешения их конфликта, их спора. Участие в такой информационной встрече является бесплатным. Поэтому стороны ничего не теряют. Вместо того, чтобы идти в суд, воспользоваться возможностью информационной встречи с медиатором и попробовать разрешить конфликт без обращения в суд. Новый день с вами встречали Утренний Фрэш и я, Николай Скинтиян. Как всегда, хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение солнечным. Хорошего дня!